Едим правильный белок. Начнем с простого. Прежде всего выясним, из каких аминокислот состоит белок. Всего их выделяют около 500, но в нашем генетическом коде встречается только 20. Не будем вдаваться в ужасающие подробности анатомии, просто упомянем, что нужно все 20. Из этой священной двадцатки с пищей должны поступать так называемые незаменимые 8 штук. Нехватка хоть одной из этих аминокислот приводит к нарушениям функций организма. Белок, который мы поглощаем, всегда подвергается деконструкции. Если просто, то съеденный белок разбирается нашим организмом по аминокислотам, а затем собирается в нужные ему элементы. Это может быть построение мышц, может быть генерация различных гормонов, а может и транспортировка всего и вся по организму. Поэтому, когда составляете свой план питания, убедитесь, что все 8 незаменимых аминокислот поступают в ваш организм. Это усложняет план питания, но делает его более эффективным. На всякий пожарный список незаменимых аминокислот и немного их содержащих продуктов. Валин, грибы, молоко, зерновые, арахис, соя. Изолейцин, курица, грудки, наше все. Миндаль, чечевица. Лейцин, бурый рис, рыба, чечевица. Лизин, мясо, молоко, пшеница, рыба. Метионин, мясо, молоко, яйца, бобовые. Трианин, молоко и яйца. Триптофан, бананы, финики, арахис. Фенилаламин, говядина, творог, курица. Периодически к незаменимым аминокислотам относится еще и гистидин. Второе, но не по значимости атрибут белков, простота или сложность. Если очень прощать, то речь идет о том, сколько небелковых элементов присоединено к белковому. В той или иной пище. Сложность белка напрямую влияет на то, с какой скоростью аминокислоты попадают по назначению. Если белок быстрый, простой, то организму на его расщепление потребуется в среднем 60-80 минут. Если медленный, то от 6 до 8 часов. Какая же нам с этого польза? Все достаточно просто. Во время нашей тренировки мышцы получают микротравмы, разрывы. Отсюда и крепатура. Эти микротравмы для нашего организма сигнал, силы не хватает. Нужно больше мышечной массы. Посему наш великий организм быстренько начинает на месте разрывов строить новые мышцы. Идет набор массы. А мышцы – наши самый настоящий белок. Быстрые белки позволяют в ППХ затянуть разрывы мышц. Но организм попросту не в состоянии за одну ночь залатать все надрывы. Поэтому необходимо обеспечить организм белком на протяжении всего периода восстановления. Если вы едите только простые белки, то поставлять их в организм нужно каждые полтора часа. Что зачастую не очень удобно. Особенно если учесть, что при рабочем графике это не всегда удобно. Вот тут и приходят на помощь сложные белки, которые способны постепенно снабжать организм строительным материалом. Идеально построенный режим питания предполагает разнообразие белков. Не только по их аминокислотному набору, но и по сложности белка. А еще, что важно, по времени. Когда вы этот белок принимаете. Один нужен перед сном и в смысле, что нужно жрать ночью. Другой сразу после тренировки. Другой сразу после тренировки.